Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия. Сегодня выходит очередной выпуск телепередачи Татарстанского отделения Ассоциации юристов России по правовому просвещению «Точка зрения». Сегодня мы с вами обсудим интересную такую тему, как современный юридический бизнес, защита бизнеса. Позвольте представить, сегодня у нас гость в нашей передаче. Это старший партнер юридической фирмы Шеймарданов, Ялилов и Сабитов. Ялилов Айнур Дамирович, прошу. Добрый день, коллеги. Напомню, у каждой из вас будет уникальная возможность задать вопрос и получить ответ. Айнур Дамирович, с вашего позволения я начну. Как вы вообще пришли в современный юридический бизнес? С чего начинали вообще? Как пришли в профессию? Расскажите, пожалуйста. На самом деле путь юристов, он довольно-таки тернист, особенно если ты выбираешь консалтинг. Правым я интересовался со школьных лет. С восьмого класса я хотел стать юристом. Всегда интересовался историей, общество знанием, правоведением. Ну, классический набор тех и гуманитарных дисциплин, которые, в принципе, необходим для любого юриста. Я начал работать с первого курса, даже на три дня раньше, чем начал учиться, потому что несколько дней я прогулял. На 4 сентября устроился на работу в такую известную юркомпанию, как «Сергеевые партнеры», она называется «Сергес». И там начал свой трудовой путь. Ну, как начал? То есть сидел, давали работу, я бегал, был самым младшим, сидел рядом с кактусами из их старыми газетами, но пробивался и профессионально рос. На мой взгляд, именно такой путь совмещения практики и теории позволило преодолеть этот путь, может, быстрее. На сегодняшний день у нас своя компания, называется она юридическая фирма «Шаймарданов» и «Лилов» и «Сабетов». Я один из старших именных партнеров. Вот как-то так. Спасибо, Айнар Домович. Тогда вопрос, ну, раз уж затронули тему организации, расскажите, пожалуйста, про вашу юридическую фирму, чем занимается сфера направления деятельности. Наша фирма организована в 2011 году. Мы как-то сразу для себя выбрали нишу защиту бизнеса и работаем в основном с организациями и ведем дела экономической направленности. Может, даже кто-то знает эту компанию как «Шаймарданов» и «Партнер», поскольку у нас ребрендинг, вот это длинное наименование, у нас появилось только в этом году. До этого было как «Шаймарданов» и «Партнер». На сегодняшний день наша юрфирма является одной из ведущих по Волжию. Следует из всех последних исследований, последних рейтингов права точка РУ-300. Это основной рейтинг национальный российский, который исследует практически все регионы, в том числе и иностранные компании, которые у нас работают. И по последнему исследованию права РУ рынка литигации, то есть разрешения споров в судах, судебно-арбитражная практика нашей фирмы оказалась в тройке лучших по стране. Точнее, даже если быть, делим мы второе место по одинаковому баллу за положительный результат в суде. То есть у нас порядка 90% всех дел, которые мы ведем в судах, разрешаются успешно и положительно для наших клиентов. В Казани наша фирма чем отличается? Мы предоставляем полный спектр юридических услуг для бизнеса. То есть кроме стандартных для рынка, там банкротство, арбитраж, разрешение споров в судах в общей юрисдикции, у нас есть полноценная уголовная практика по делам экономической и коррупционной направленности. Вот как-то так. Давайте у залу спросим. Есть вопрос к Анатолий Мирычу. Только микрофон подождите. Микрофон. Студентка второго курса юридического факультета. У меня возник такой вопрос. Насколько вообще развит юридический рынок и какая ситуация складывается на данный момент? Спасибо за вопрос. Если отвечать на этот вопрос, нужен, мне кажется, маленький такой старичный дискурс. Юридический бизнес России очень молодой. Нам 30 лет. Если брать более развитые правопорядки, например, Англию, самая первая, самая старая у нас юркомпания, организована в 1570 году. Представляете? И называется эта компания Сеншевайс, Томпсон, Снелл и Пасмур. И эта компания существует и по сей день. Самые крупнейшие наши юридические фирмы страны, Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры, насчитывают 300 юристов. Мы все говорим, вау, да? То есть 300 юристов, это, в принципе, больше даже, чем все юркомпании Казани вместе взятые. А если взять развитые правопорядки, те же самые США, крупнейшие юрфирмы начитывают от 4 до 6 тысяч юристов и представляют свои услуги в 40-50 юрисдикциях. То есть представлены в таких странах практически во всех крупных экономиках мира. Поэтому по сравнению с ними мы, конечно, дети. То есть, как бы это понятно, им лет 500-400, нам 30. Но, на мой взгляд, мы дети довольно-таки смышленые и усердные. И мы быстро развиваемся. Много мы перенимаем и развиваемся опережающим, так скажем, опережающим темпом. Российский юрбизнес, он разделен на две основные группы. Это иностранные юркомпании, их представительство здесь. На нашем языке называют как Ильфы. Они в основном представляют интересы иностранного бизнеса здесь. В основном они все находятся, конечно, в Москве. В Казани, либо там, в иных регионах они, по-моему, не представлены. В Питере есть несколько представителей. А, собственно, мы, отечественный юридический бизнес, российский юридический бизнес, на нашем языке называется «Рульфы». Так вот, с учетом последних всех этих событий, политической, так скажем, повестки, санкций, контрмеры и кризис в стране, идет массовый исход иностранного бизнеса из России. В основном уходят, к сожалению, инвестиционные банки. Морган Стэнли, если слышали. И, соответственно, рынок для иностранных юрфирм сильно сужается. На сегодняшний день, соответственно, идет передел рынка. Кроме того, из-за этих санкций многие партнеры, представители иностранных юрфирм здесь, переходят в российские юрфирмы. Поэтому идет такой вот интересный передел рынка. Вот, если я ответил, как по вашему вопросу. Владимир Владимирович, начали про статистику, про экскурс компаний, которые были за рубежом. Скажите, а что в Татарстане? Какая ситуация по юридическому рынку, если мы там, так скажем, в нашем правопорядке современном 30 лет, то есть становление государства, что происходит в республике Татарстан? Сколько у нас юридических фирм, количество, качественные какие-то показатели? И в чем, кстати, залог успеха той компании, которую вы назвали, которой более 500 лет? Еще интересный вопрос. Ну, если взять Татарстан, то у нас где-то 5-6 серьезных игроков. И вот в последнее время наблюдается такое, что исторические наши топы серьезно сдают свои позиции. И вчерашние перспективные ребята уже примеряют роль лидеров. То есть идет такой нормальный рыночный процесс. То есть кто-то уходит, кто-то приходит. Но стабильно есть 3-4-5 компаний, которые могут себе позволить иметь представительство в других городах, обслуживать крупный бизнес и втягаться с конкурентами из Москвы на некоторые проекты. Рынок Татарстана довольно специфичный. То есть понимаете, что это национальная республика и свои особенности есть. И до поры у нас ни одна крупная федеральная сеть, ни один крупный федеральный игрок не смог нарастить здесь присутствие. Это, в свою очередь, с одной стороны, дал положительный импульс, поскольку не было жесткой конкуренции. Всем всего хватало, все быстро нарастили мощности, появились офисы, хорошие костюмы, дорогие машины. Но, с другой стороны, вот эта ситуация, отсутствие нормальной конкуренции, под которым я понимаю конкуренцию с представительствами столичных компаний, дал некий типичный эффект. То есть мы довольно-таки расслаблены и вальяжны. То есть это чувствуется. Поскольку я очень много езжу по стране, по форумам, общаюсь с представителями практически всех известных крупных юрфирм по этим направлениям, и ощущается, что мы по многим параметрам уступаем. И это не только сравнение татарстанских компаний и столичных, как бы очевидно. То есть мы, наверное, не можем чисто по объективным причинам конкурировать с ними. Но есть некоторые, так скажем, недосчеты у нас по сравнению с некоторыми региональными фирмами. Например, очень сильный город Екатеринбург, из которого даже вырос федеральный игрок, Intellect S, который сейчас просто называется Intellect, который нарастил такие мощности, что у него сейчас 6-7 представителей в разных городах. То есть это уже федеральный игрок. Поэтому, ребята, вам нужно готовиться к такой эпохе, что федеральное присутствие будет. То есть это вот мое такое предчувствие. И я понимаю то, что многие татарстанские компании просто к этому не готовы. А есть вообще компании, которые представлены в других городах, филиалы, представительства имеются? Татарстанские? Да. Ну, если быть откровенным, такие представительства есть, но открывать представительства только для имиджевой стороны не имеет смысла. То есть вот именно работающих представителей, что, например, они стали в том регионе присутствовать каким-то реальным игрокам и оказывать какое-то реальное влияние на рынок, такого нет. К сожалению, нет. Мы к этому еще не готовы. Спасибо. А какова вообще структура юридической фирмы? Как продолжение первого моего вопроса, касательно тех юркомпаний, которые многие столетия функционируют на Западе, какие механизмы, какие элементы были, так скажем, скопированы, с учетом наших особенностей, нашего рынка? Ну, тут многоспектный вопрос на самом деле. То есть есть фирмы, юрфирмы, которые строят свою модель, копируя не юрбизнес, а иные отрасли, то есть где есть один директор, юрист тоже, да, и подчиненные имя юристы. То есть такой театр одного актера, но мне кажется, это тупиковый путь, это очень примитивная схема, и она на рынке не работает, ну, по крайней мере, долго не работает. Классическая юрфирма строится на партнерстве. То есть фирма, внутри него много-много партнеров, это самостоятельные игроки со своей клиентской базой, со своим именем, со своими, может, даже сотрудниками внутри фирмы. Вот в Татарстане есть некоторые юркомпании, которые называют своих высокооплачиваемых наемных сотрудников партнерами. Но на самом деле партнерами не являются. Партнер – это, в моем понимании, это в основном владелец бизнеса, у которого есть свой функционал в управлении юрфирмой, и он участвует в распределении прибыли. У нас идет некое терминологическое подражание, называя партнерами тех, кто по существу не является партнерами. Есть некоторые юрфирмы, которые образовались, условно, лет 20 назад, тремя-четырьмя ключевыми партнерами, и они договорились, что мы партнеры, остальных не пускаем, мы такой закрытый клуб. Это тоже тупиковый путь. Это мне напоминает вот такой вот, раньше в древности в Китае у девушек была деревянная обувь, чтобы нога была миниатюрной, казалось, но форму можно сохранить, но это уродует организм и его травмирует. Тут такая же ситуация. Партнерство фирмы должно быть живой, оно постоянно должно обновляться, модифицироваться и так далее. Искусственно его ограничивать невозможно. Я всегда был сторонником развития бизнеса по западным лекалам, то есть пока ничего лучшего не придумали. Это не то, что мы как-то подражаем Западу, это весь мир подражает именно западному юрбизнесу, и китайцы строят на тех же отношениях, и даже арабы на тех же взаимоотношениях устраивают свои фирмы. А у вас как? Вы как? У нас построены. У нас 5 партнеров, из них 3 старших партнера, они же именные, и есть еще 2 партнера, которые отвечают за конкретные отрасли, то есть практика энергетики и природных ресурсов, и практика уголовного права. Спасибо. Коллеги, вопрос есть? Да, конечно. У меня вопрос по поводу того, вы упомянули, получается, партнер, и хотелось бы побольше узнать, в чем именно заключается суть, в чем функционал этого партнера, и может ли им стать любой юрист? Ну, теоретически, на мой взгляд, партнером может стать любой юрист, то есть каких-то таких ограничений не имеется. Но единственное, не каждый захочет стать партнером. То есть у партнера классических функций, то есть основных, их может быть много, но вот основные 4, это, во-первых, ты должен быть профессиональным юристом, то есть высококлассным профи, который, не знаю, грузит суды, пишет сделки и так далее, и так далее. Второе, это бизнес-девелопер, то есть строитель бизнеса, то есть ты человек, который делает деньги, приносит деньги, приносит контракты, приносит клиент. Третье, это менеджер, то есть это по-любому, если ты партнер, у тебя много административных, управленческих вопросов. К этому многие юристы просто-напросто не готовы. Есть очень много классных юристов, они пойдут в суд, они все докажут, они напишут там красивые документы, хорошо проконсультировать, могут быть докторами наук, но в управлении, либо там в общении с клиентами, успокоить разбушевавшийся клиент, его как-то лелеять, вырвать контракт, договориться на какие-то хорошие условия, это просто люди не умеют. И четвертый момент, это менторство, то есть я вот как бы его акцентирую, поскольку у нас пока у отечественного юрбизнеса не много таких прям больших достижений и традиций, но тем не менее, даже те наработки, которые имеются, например, даже у существующих юрфирм существующих партнеров, они должны быть переданы новому поколению, то есть воспитание следующего поколения юристов, потому что университет, он готовит юристов с точки зрения теории, этики, а практика уже дает практические навыки. Вот поэтому партнером можно стать, мне кажется, даже если хочешь работать, юрфирме нужно стать, это как бы вершина юридической карьеры в юрфирмах, но тем не менее, не каждому это дано и не каждому это понравится на самом деле. Вот мой ответ такой. Дмитрий, у меня вот еще ремарка такая небольшая. Вы сказали по поводу практик ориентированных студентов, ребят, да, как вообще нынешняя молодежь вам, то есть те стажеры, да, вообще стажеры, правильно понятие, которые к вам приходят, хотят стать дальнейшими вашими партнерами, насколько у них подготовка в университете, как они меняются у вас, то есть говорят же некоторые работодатели, так, забудьте все о том, что вас учили в университете, сегодня буду учить вас я. Вы какую методику используете? Знаешь, Тимур Георгиевич, отвлекусь здесь, как раз читаю книжку Павла Крашененникова «12 апостолов правый», там отдельная биография приведена Хершеневича. Об этом споре между теоретиками и практиками уже писал Хершеневич, то что как бы мы смотрим... 150 лет назад. Да, мы смотрим друг на друга косы, кстати, выпускник нашего юрфака, да, это вы должны знать. Отвечу так. Университет, университетское академическое образование, Калачийский университет, не сказал бы то, что практикоориентированный. Даже самые лучшие студенты юрфака, круглые отличные, прям молодец, молодцом, он в лучшем случае полуфабрикат для юрфирм. Если он параллельно, не начиная студенческие годы, уже хотя бы принюхиваться к этой стезе, то мы, например, даже его не рассматриваем. То есть, какого курса надо, чтобы ребятам... Я начинал с первого, но мне кажется, это слишком экстремально, ну, где-то вот, потому что вот по себе я могу знать, потому что это сильно там, ну, мешало учебе. Наверное, где-то второй-третий курс. Это вот, если ты талантливый, если, как бы, действительно, ты интересен юрфирме, у нас вот есть подобные сотрудники, мы готовы рассматривать на полдня, да, то есть, понятно, что это невысокая зарплата, но примюхиваться, смотреть, уже учиться, примерно понимать, чем живет фирма, уже можно. Поэтому я не созываю, как бы, всех студентов именно идти в юрфирмы. То есть, это не каждому интересно, то есть, не каждому это дано, и не каждому туда следует идти. Но тем, кто действительно хочет построить профессию консалтера, лучше уже начинать этот путь. И сразу скажу, ребят, то есть, на рынке очень много, ну, откровенно паршивых компаний, то есть, с очень сомнительными руководителями, юристами, и многие ребята, которые попадают вот в такие компании, перенимают вот подобные, то есть, как бы, подобные, не совсем надлежащие образ мышления, поведения. Поэтому смотрите, вот, хорошие юркомпании, которые существуют давно, у которых хорошие рейтинги, боритесь, вот, пытайтесь попасть туда. Либо лучше не идите в какие-то там помощные компании, вас просто испортят. Вот как-то вот моя рекомендация такая. А тогда с чего начать, ребята? Вот, например, я, да, будучи студентом, когда выбирал направление своей деятельности, долго думал идти, так скажем, в частную фирму, да, юридическую компанию, практику, либо же идти в государственное учреждение. Вот, а студент выбрал для себя, что да, я хочу идти, быть судебным представителем. Куда, с чего начать? То есть, идти в юридическую компанию или начинать свою практику? Нет, свою практику ни в коем случае начинать не надо, потому что, ну, это так не работает. То же самое, что вы бы открыли себе там личный космодром и, как бы, никогда не видели, как ракету строят и начинаете его строить. То есть, ничего толком не получится. Пытайтесь попасть в серьезные юркомпании. С чего начинать? Ну, универсальных таких ответов нет. То есть, серьезные компании, они все равно сами смотрят. То есть, вам просто нужно быть лучшими. Мне кажется, это как-то так. Вот даже на примере, то есть, маленькую такую рекламу сделают для ассоциаций юристов. То есть, вот тот конкурс, Тимур Ганеч, который вы проводите, да, конкурс кадровый центр. Вот мы взяли победителя конкурса кадровый центр, который провел ассоциацией юристов. Эта девушка у нас сейчас работает. То есть, мы следим. Нам тоже нужно, потому что вот юрфаков сейчас, по-моему, сколько уже там университетов, сколько выпускников. И нам тоже очень сложно найти достойные кадры, потому что людей тысячи-тысячи. То есть, все они хорошо одетые, причёсанные, приходят вроде как умные, хорошие, но начинают работать и не работают. Не жалейте себя, не жалейте себя, потому что у вас ещё организм молодой, можно там не пообедать, можно там побегать. Можно поспать, да? Нет, спать вообще не надо. Спать будете потом, когда станете партнёрами. Не жалейте себя, ребят, потому что даже я по себе знаю, я вот сейчас сижу, думаю, но многие вещи упускал. То есть, некоторые форумы упустил, некоторые возможности познакомиться с интересными людьми, пойти на какие-то конкурсы. Я всё это пропускал. Но у меня, конечно, была уважительная причина. Если, конечно, у вас тоже есть уважительные причины, можете упускать. А если его нет, если только просто банальная лень, в сутках 24 часа. То есть, можно уложиться на 150 процентов. Так что, работайте с таким советом. Я немножко передаю в другую плоскость. Сейчас и средств массовой информации, и среди юридических сообществ обсуждается такая тема, как внедрение информационных технологий. То есть, по сути, замена у нас юристов некими роботами, которые будут решать судьбы людей. Как вы вообще относитесь к этому? То есть, есть ли в этом действительно перспектива? Потому что недавно буквально, по-моему, Сбербанк разрабатывал технологию. Мегафон. Мегафон, да. Где там был реальный кейс. Может, вы даже расскажете, как это происходило. Ну, на самом деле, эти идеи витают давно. И это как бы уже не научная фантастика. Диджитал, диджитализация, она идёт давно. И в моём понимании, многие такие псевдо-юридические технические функции, как регистрация фирм и так далее, которые у нас называются элементом корпоративные юристы, которые занимаются регистрацией, они уйдут в прошлое, на самом деле. Как консьержи лифтов. Помните, раньше был человек, который с тобой поднимался в лифте, спускался и так далее. Такие технические функции, конечно, робот будет делать лучше. Очевидно. То есть, робот лучше читает. То есть, механику, да, определили механическую? Конечно. То есть, как бы конкурировать с машиной, в плане высчитывать и так далее, какие-то технические вещи делать, это невозможно. То есть, это и бессмысленно. Но юриспруденция, чистая юриспруденция, она останется. И тут вопрос, тут несколько аспектов. Во-первых, такие категории, как справедливость, разумность, размерность. Я, конечно, думаю, что компьютер может когда-то его осилить, но не совсем в этом уверен. То есть, даже если он его осилит, он его не осилит как человек. Он не сможет его оценить именно как личность, как человек с каким-то психологическим, эмоциональным бэкграундом. Второй момент. Чем он занимается? Компьютер систематизирует, анализирует ту информацию, которая в него загружена. Насколько я это понимаю, может, конечно, я ошибаюсь. А в юриспруденции нет абсолютных знаний. То есть, нет таких вот точно, это вот так, это вот так. Такого нет. Бывают судебные споры, в котором ни в законе, ни в судебной практике, ни в доктрине нет ничего. Абсолютно. То есть, как бы белое поле. Мне кажется, в данном случае данный спор, исходя из каких-то общих принципов права, исходя из тех же положений конституции, международных норм права, там, да, Катрины и так далее, может эту ситуацию разрешить только человек. Компьютер, если даже это сделает, но я не уверен, что он сделает это как человек и как лучше для людей. Но эта тема, на самом деле, сейчас такая актуальна, она безумно интересная. Недавно, в прошлом году, в 2018 году, да, на площадках Петербургского международного юридического форума был батл. Кто не смотрел, обязательно посмотреть, в ютюбе он представлен. С одной стороны, робот, программа, которую разработал Мегафон. С другой стороны, известный наш юрист Роман Сергеевич Берзенко, да, партнер Пепеляев групп. Это бывший руководитель отдела частного права высшего арбитражного суда. Ну, один из сильнейших наших цивилистов был батл. То есть, он был, по-моему, спор был касательно регистрации договора аренды. Роман Сергеевич, конечно, уничтожил эту программу, если уж так смотреть по доводам. Но программа, что интересно, она сделала некую попытку делать выводы. Начала думать, как юрист. То есть, понятно, что это как бы, ну, так уж так кривовато, но он начал выстраивать какие-то связи между нормами, вводить какие-то общие выводы. Поэтому этот спор, он продолжится. Мы должны быть лучше роботов, да, чтобы они у нас хлеб не отняли. И я уверен, что роботы и программы, они не заменят юристов. Юристов заменят другие юристы, которые овладеют этими программами, которые будут более подготовлены к эпохе. Кстати, есть еще отличная книжка у Ноэ Харрари, «Хомедеус». То есть, там тоже описываются вот эти вопросы, сможет ли программа, роботы заменить какие-то юридические функции и адвокатов в целом. Почитайте, такой апгрейд головного мозга у вас. Игорь Анатольевич, у меня тогда вопрос, кто современный молодой человек, да, девушка? Кто юрист, портрет этого юриста, да, какими качествами он должен обладать? Ну, или можно даже дать советы нашим телезрителям, нашим участникам мероприятия? Ну, начинающий юрист, да, в моем понимании, это скромный трудоголик, человек, который отпахивает, то есть, не строит какие-то образы, да, это человек, который понимает то, что его пока начальной стадии перенимать, учиться. То есть, он должен работать за двоих, учиться за троих и вот по такой системе. У нас вот каждое поколение, даже когда я был там помоложе, да, я и сейчас молод, кстати, и вот сейчас, принимая молодых студентов, стажеры, все равно есть определенное недопонимание между поколениями, это нормально. Но сейчас есть такое, что люди довольно-таки изнеженные, не готовы к сверхурочной работе, то есть, останешься там после шести, после семи, там, ну, начинает там, нет, это же там, трудовое законодательство, там, какие-то такие, ну, ненужные вещи начинает вспоминать. На самом деле, так делать не надо. Вы должны быть, вы должны работать больше всех, трудиться больше всех, потому что конкуренция просто безумная. То есть, юристов, не знаю, сколько сейчас выпускается. На рынке более, по-моему, 150 до 300 тысяч студентов ежегодно. Ну, вот как бы да, то есть, это каждый год за три года, за три года это уже миллион. То есть, вы понимаете, то, что как бы из этой огромной толпы вы должны выпрыгнуть. Поэтому учитесь, потому что в какой-то момент, то есть, как бы, когда начинаешь работать, то есть такое ощущение, что теория вообще не нужна, да, то есть, вроде как, кто и там, просчитал, там, какие-то мэйры, да, там, там, все красиво написано, но пошел какой-то там районный суд, и тебя там быстренько спустили с небес на землю, и тебе не понравилось. И в такие моменты бывает, что, ну, это практика, теория, да, там, там, умные книжки написали. Но это не так. Нет ничего практичного и хорошей теории. То есть, когда вы дойдете до той стадии, когда будете разрешать действительно серьезные крупные споры, там только теория, там уже только теоретические споры. Потому что, ну, в плане, там, ну, практики, там уже вы будете встречаться, если это большой спор с хорошими судьями, с хорошими оппонентами, это в основном будет какая-то идеологическая, теоретическая война. Поэтому учитесь хорошо. То есть, не поддавайте соблазну этот момент бросить. То есть, вот дореволюционные наши книжки, да, очень замечательные, иностранные. Если у нас, к сожалению, очень плохо переводится, очень мало хороших переводов, хороших трудов, если они даже переводятся, они у нас там лет через 30, то есть, там, условно говоря, это там уже на Западе опубликовали, там, в 70-м году у нас там опубликающая рама, мы думаем, вот там новинка, какие-то новые знания. Если владеете английским языком, ну, в принципе, это вы обязаны им владеть, да, считайте еще на английском, потому что основная хорошая юридическая литература, она на английском, это вам никогда не помешает. Считайте, 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 работайте. Как говорил один из известных, учиться, учиться, еще раз учиться. Да, тоже наш выпускник. Ну что, Айнар Дамич, позвольте вас поблагодарить за участие в нашей передаче. Ну, а гостям до новых встреч, увидимся на следующей передаче. Спасибо. Спасибо, коллега. Спасибо. 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 Спасибо.